Ежегодно представители власти отчитываются перед населением о проделанной работе на сессиях советов. Такие отчеты проходят в начале каждого года во всех поселениях Славянского района. В Очуевском сельском поселении открытая сессия прошла одну из первых в муниципалитете. В сессии Совета Очуевского сельского поселения приняли участие депутаты, представители общественности, жители. С отчетным докладом выступила глава поселения Елена Теленьга. Прошедший год для поселения был отмечен, как и везде, ограничительными мерами в связи с вспышкой коронавирусной инфекции. Но, несмотря на все сложности, здесь старались, чтобы жители не чувствовали особых проблем. Очуевское – самое маленькое в районе поселения. Здесь проживает менее 500 постоянных жителей в поселке Очуево и хуторе Слободка. И потому приезд сюда новых людей радует. К нам стали приезжать многодетные семьи в свете того, что у нас, как вы правильно сказали, чувствуется курортная зона. Семьи покупают у нас квартиры, домовладения для того, чтобы жить здесь и оздоравливать своих детей. Пользуется наш поселок и какой-то привлекательностью для пенсионеров, потому что он малочисленный, он компактный. Несмотря на компактность поселения, здесь работают детский сад и школа, есть фельдшерско-акушерский пункт, сельский дом культуры и библиотека. Физкультурники могут заниматься в спортзале и на двух спортплощадках. И, конечно, привлекает людей в летнее время пляж. Пляж Оазис работал с полной такой большой нагрузкой. Он очень любим как жителям Славянского района, так уже к нам приезжают и жители близлежащих районов. Только из-за того, что у нас практически дорога асфальтирована, остается до пляжа 3 километра грунтовой дороги, пляж полностью у нас обустроен. И каждый год мы пытаемся расширить его и более-более сделать доступным для населения. Поселение полностью газифицировано, обеспечено водой и электроэнергией. Вопрос благоустройства и поддержания жилищно-коммунального хозяйства очень важен. В целях улучшения водоснабжения были заменены погружной насос и 400 метров труб центрального водопровода. И о дорогах здесь заботятся. Помимо нашей основной центральной улицы с асфальтобетонным покрытием, есть часть дорог в грунтовом исполнении. Мы стараемся ежегодно проводить ремонт этих дорог. Есть вопросы ремонта многоквартирных жилых домов, потому что жилфонд у нас, конечно, изношен. В основном строительство домов – это 60-е годы застройки. Обращаясь к участникам открытой сессии, глава Славянского района подчеркнул, что вопросы не делятся на большие и малые. Все важно, все необходимо решать. И в районном бюджете порядка 70% средств тратится именно на социальную сферу. Постоянная совместная работа с главами поселений помогает делу.